Россия поддерживает регулярные контакты с Азербайджаном. В Баку подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталии. При этом Москва отметила, что Сергей Лавров готов продолжать оказывать содействие во всех процессах. У нас регулярный диалог с азербайджанскими коллегами. Они подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые были приняты между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации. Ну и в отношении, собственно, подготовки мирного договора. По всем трем направлениям мы оказываем содействие нашим коллегам. При этом, как подчеркнул Сергей Лавров, заявление армянской стороны о том, что после 1991 года Ереван взял ошибочный курс на дружбу с Москвой, говорят о необходимости пересмотреть отношения двух стран. Лавров выразил сожаление из-за принятого руководством Армении сознательного решения ввести курс на ухудшение отношений с Россией. Это не по-союзнически, конечно, констатировал он. По его словам, Ереван все еще не ответил на запрос по поводу возможности визита в Армению российского посла по особым поручениям Игоря Хаваева, который недавно побывал в Баку. Это является подтверждением тенденции Армении на дистанцирование, отметил Сергей Лавров. У нас есть посол по особым поручениям, который работал и в Ереване, и в Баку. Совсем недавно он снова побывал в столице Азербайджана. Что касается визита в армянскую столицу, то пока наши коллеги в Ереване не подтвердили его. Что, собственно, отражает ту тенденцию, которую я только что упомянул. Продолжение следует...